всем доброй ночи я извиняюсь что черный фон просто уставший не могу сейчас нет времени красиво все обставить и снять как бы при таком необычном фоне как я обычно делаю дорогие друзья поскольку меня уже закидали этими просьбами предсказать новом президенте украины поскольку все в ожидании все хотят стабильности все устали уже сколько лет украину грабят грабят и никак не ограбят но практически лет уже 30 с лишним грабеж и ослабление украины идет и поэтому все с надеждой смотрят на молодого нового президента вообще новым президентом будет очень тяжело всем президентом всех стран и всех вот новых практически революционеров которые пришли к власти по той простой причине что народы озлоблены после стольких лет грабежа после стольких лет унижения понимаете как когда есть страх когда есть скованность и мало свободы то естественно люди вот эту злобу как бы внутри держат и ждут вот подходящего момента чтобы это все излить когда приходит к власти человек молодой но увы от которого ждут очень больших перемен и вот это столько лет собранной боли сразу выплескивается то есть много лет тирании до уступает место такой свободой резкой свободы непривычной свободы и люди которые жили под тиранией под страхом арестов и прочее прочее сразу получая свободу это как между сцилой и хорибтой знаете который из чудовищ поглотит человека выбирай чрезмерная свобода также плохо как и чрезмерные скажем чрезмерные деспотизм поэтому когда приходят молодые президенты и люди хотят вот накоплено за 20-30 лет этой всей боли проблем решить одним махом и вдруг вот им кажется что за две-три недели ничего не решилось ничего не поменялось у них начинается агрессия у них начинается выплескивание эмоций то есть получается что люди которые привели к власти нового лидера они же начинают против него и выступать и говорить мол мы не так ожидали те которые жирали при старой власти надеются что их не затронут учитывая их заслуги непонятно какие и поэтому как только касается их и призывает к ответу молоди сюда тебя там губернатор брат у тебя этот брат ты налоги не платил ты и за это не платил ты зато не платил ты пользовался государственными средствами за какие-то для своих нужда так иди вот неси нам отчет и или доплати или или будешь отвечать по всей строгости закона они вы знаете он а вот и какой оказывается а ты-то говорил мол будет мир дружба все будет хорошо будем вместе работать во благо страны а ты вон а ты вон какой не даешь нам кушать еще и требуешь за все что мы покушали отдать деньги понимаете а поскольку это богатые люди поскольку это олигархи поскольку это люди которые могут позволить себе швырять миллиарды налево направо не свои конечно не кровные и купить кого угодно то естественно они могут вполне покупать людей скажем так из этих окраин привести да вот автобусами привести дать им денег ночлег чтобы они каждый божий день выходили кричали орали что-то там требовали сами не знаю чего им надо но они знают что за это деньги то есть провокации провокации постоянные провокации к молодым президентам чтобы те не справились с властью кроме того назревает недовольство чрезмерные жесткий кулак уступает место слабые власти а власть слабая изначально она слабая потому что она не может сразу же концентрировать она не может сразу решить все ваши проблемы начинается недовольство люди большинстве своем серая масса не умеющие мыслить масштабно мы мыслить они не хотят они считают так вот мы привели тебя к власти мы помогли мы проголосовали мы вышли митинговали все давай делай как нам надо и когда он говорит я буду делать как я считаю нужным а вон чё ну ты такой же как они понятно с тобой все все ясно а мы это думали то есть начинается разочарование провокации против против и вот с этим столкнется любой молодой лидер который будет приходить на место наших эсэнговских аксакалов которые когтями руками и зубами держатся за свои кресла некоторых из них уже пора бы думать о верхнем иерусалиме а они вон видишь чё отвлекают народ как могут в общем дальше теперь значит некоторые люди поняли мои предсказания мои предсказания всегда сбывается и это уже не первый год я говорю можете открыть посмотреть предсказания на 2017 год ведьмина изба на 2018 19 и так далее ну еще так далее имей ввиду по по убывающей вниз те годы которые уже прошли и просмотреть насколько оно сбылось о крымском мосту которое никто даже знать не знал что откроется об этом было сказано о президенте грузии который будет женщина да а конфликте о шумном годе много чего в общем откройте посмотрите так вот когда у меня спросили когда будет стабильность на украине я сказал в течение двух лет вот далее дорогие друзья знаете такое выражение сейчас не помню кто сказал художник должен быть неграмотен то есть он должен мало знать и больше полагаться на свою интуицию тогда у него шедевры получаются так вот я не слежу за политическими сводками я не знаю их фамилии я не знаю кто кого сменяет кто приходит кто уходит и когда меня спросили мол а кто вот на украине будет следующий лидер я обрисовала этого человека я сказал у него он в прошлом то ли артисту ли комик но вот у него артистическое прошлое я сказала у него есть белорусские корни в том числе это он невысокого роста он разговаривает жестикулируя эмоциональный человек молодой значит в личной жизни не очень удачные скажем так и много иное в общем обрисовала можете открыть посмотреть мне сказали зеленский я говорю я не знаю зеленский не зеленский я не знаю их фамилии я вам описала этого человека если это под него совпадает значит он если нет значит не он вот что было мной сказано потому что я не слежу за этими политиками вообще ведьмам политика не интересно хоть я разбираюсь в истории в политике и политологии но мне просто это не интересно дорогие друзья я не слежу ведьмы никогда не вмешивались политические процессы они никогда не ходили на митинги и голодовки знаете почему потому что они знают что есть вещи которые народы просто должны пройти чтобы помудреть чтобы поумнеть и в конце концов есть мировая программа которая должна случиться и мы ничего с этим не поделаем матрица знаете она должна быть она должна случиться и поэтому ни одна ведьма не лезет ни в политику не в экономику не никуда и не надо и абсолютно это не интересно ей это просто не интересно она может стать известна своими делами работами имя свое создать а остальное ее не волнует просто понимаете поэтому те которые рвутся к власти рвутся в госдуму во все эти консилиуме собрания это люди которые очень далеки от магии мягко говоря так скажем обозначим потому что ведьма пришла в этот мир чтобы колдовать они для того чтобы собирать консилиуме и ходить на спортсобрание и прочее прочее ерундой заниматься и это просто не интересно поскольку она совсем по другому мысли для нее это слишком примитивные явления чтобы она тратила на это свое время понимаете она довольно жизнью она живет скажем так в свое удовольствие она получает удовольствие от результата своих трудов она получает удовольствие от благодарных людей от уважения людей от даров что и всю жизнь дарят сюда до конца ее дней дарят то золото то серебро то необычные вещи то посуду необычную эту необычные статуи интерьер дома да что угодно она обеспечивает себя свое свое потомство она обеспечивает себе имя бессмертие уходит то есть для ведьмы это просто неинтересно поэтому поскольку я не интересуюсь политикой мне это нафиг не интересно выйти на митинги там орать чтобы вместо василича петрович пришел точно также дальше меня грабил один хрен собака придет или волк все равно будет одинаково есть момент который народ должен пройти то есть пока это время не пришло у этого народа будут подобные правители хочешь выходи хочешь не выходи для того чтобы поменять мир я всегда говорила меняйтесь сами сами вот своей семье сделайте все что вы можете на своей даче сделать и все что вы можете посадите деревья любите своих детей работать чтобы обеспечить жизнь есть у них талант развивать и пусть они будут экономисты пусть они будут там ученые пусть они будут писатели пивцы для своей семьи сделайте если каждый человек сделать для своей семьи а значит эти семьи из них состоит вся страна до нация если будет побольше счастливых благополучных хороших семей будет счастливая нация будет счастливая страна и все поменяется дорогие друзья никто знаете как там профессор преображенский сказал разруха в головах никто разруху не разводит когда ты на улице эти пачки сигарет кидаешь прям на тротуар и пошел и жалуйся вот что творится везде грязь так ты первый это делаешь ты подними кинь в мусорку тот поднимет кинет не будет грязи понимаете как там когда перестанут петь хором и займутся своим прямым делом до чистки сараев вот все станет на свои места потом в чиновники поднимаются как правило люди низкосортные люди подлые вспомните фурцеву как она уничтожал да не только она просто я терпеть не могу поэтому привожу ее пример низкосортные люди люди которые случайно оказались у власти и мстят за свой комплекс неполноценности видео более ярких талантливых людей они просто принижать понимаете они получают власть и думает мол ну и что что ты талантлив или умнее меня зато и у меня есть власть например перекрыть тебе кислород чтобы тебя больше не снимали чтобы там твои труды не опубликовали я это могу и сделаю но сейчас благо нет такого контроля кто что хочет издает и его есть определенные правда ограничения например там скажем пропаганда наркотиков терроризм еще чего-нибудь такие темы книги ты издавать не можешь если очень хочешь издать например как пользоваться коноплей ты не издашь а вот свои ритуалы свои работы свою жизнь и так далее ты издавай что хочешь если есть кто покупает пожалуйста издавай раньше такого не было раньше государство должно было позволять понимаете и сколько нервов тратили люди помните любовь и голуби вот этот фильм полтора года лежал на полке потому что фурцевой видите ли не понравилось что там василий значит в этих без штанов вышел в фильме ну так в этом был весь соль фильма весь весь интерес к фильму вот эти детали мелочи режиссера да они собственно и составляли весь фильм хотели убрать персонаж дяди митя представляете какой бы серый стал фильм без него это же вообще смотри там уже было бы нечего вот вот такие вещи делали то есть нервотрепку создавали для человека и человек просто погибал если был слаб характером а так ломали судьбы вот что я скажу поэтому дорогие друзья к сожалению еще за историю человечества не пришло ни одно правительство которое всех во всем устроит и поэтому если мы будем зацикливаться на этом мне знаете что самое смешное на меня писали жалобы что я там какая-то какая я сепаратистка в общем выступающая против властей а здесь меня обвиняли что я работаю на фсб и все время хвалю власти что мной должны вообще заняться там какие-то структуры очень смешно а на самом деле я не за красных не за белых не за желтых мне абсолютно параллельны и это власть и та власть которая придет и которая была потому что я знаю что счастье человека не власти не чиновники счастье человека это его семья его жизнь его работа его окружение его дело который после него будет говорить никто из нас не помнит кто был правителем во времена амара хаяма правда но вот амара хаяма помнят все вот о чем речь понимаете дорогие друзья потому что у нас я не говорю что все они хорошие пушистые вы не должны там ни слова говорить нет речь не о том друзья мои речь о том что если мы будем зациклено день и ночь думать о политике о несправедливости наша жизнь уйдет мы должны отключиться от этого всего просто жить для себя просто создать тяжело я согласна когда человек ответственный ему сто раз тяжелее чем но спроса нет и отчета не требует никто с алкашей а нормальный человек он здесь отчитывается там отчитывается за все за квартиру купил налог плати дом купил налог плати машину купил налог плати значит там плати тут плати это плати там отдавай тут принеси там отчитывайся тут доставай туда перенеси туда возьми там исправь а если ты какой-нибудь алкаш да господи пей себе на здоровье кому ты интересен никто у тебя не отчета не требует ни черта понимаете что обидно что должны поощрять людей среднего до слоя которые собственно говоря на котором страной держатся не все богачи вот а у нас практически среднего можно сказать и нету есть вот нищенствующее население есть резко вот вверх идущие есть средний слой население его очень мало а и его должно быть очень много он должен быть основным населением любой страны если это экономически развитая страна в основном средний слой там очень разве то есть человек у которого есть квартира дом например дача машина и так далее может показаться что у всех это но практически у всех но к сожалению дорогие друзья это есть наверное у ну процентов 30 населения все остальные пользуются родительская дача родительская машина родительская квартира то есть родители создали отдали детям это не ими созданное поэтому они не могут называться средним населением средние это родители а они смотря как поддержат это все отданные понимаете так вот насчет зелинского отвлеклись я говорила о нем и я его обрисовала просто слушайте внимательно потому что если бы я сказала да зелинский зелинский я его знаю точно я смотрела все бы наверное теперь уже подумали что ну понятно она просто сделала выводы кто популярнее на него и указала а это же понятия не имела что существует такой зелинский но его обрисовала и если я сказала я не знаю зелинский не зелинский может и не он может он но вот он будет вот такой как я обрисовала так вы посмотрите на портрет человека который я обрисовал я вашего зелинского и обрисовала дорогие друзья когда я сказала что лидером грузии будет женщина я знать не знала какая женщина будет я не слежу за политик мне она не интересно просто не хочу если Если я полчаса посмотрю эти сводки политические, я пойду просто кинусь с моста. Поэтому я это все не хочу смотреть, оно мне действует на нервы. Так вот, я описала Зелинского этого, но знать не знала его фамилию. И ничего здесь такого нет. Наоборот, это как раз частота эксперимента, что я, не зная фамилию, сказала, указала на того человека, который полностью соответствует его образу. Понимаете, как я сказала? Так что не путайте, пожалуйста. Дальше. Что будет с ним? Во-первых, начнется провокация. Начнутся теперь митинги против него. Начнутся, значит... Да, кстати, на Украине я говорила, что закроют большой телеканал, и начнут ими заниматься определенные службы. Так вот, закрыли. Да. Значит, что будет происходить? Во-первых, начнут пытаться его убрать различными способами. Провокации, статьи. Вы поймите, это куча, такая кучка олигархов. Это люди, которые миллиардеры. Люди, которые не хотят терять свои деньги, и они ради того, чтобы сохранить свой вот статус и свое имущество, они пойдут на все. На все. Потому что они чувствуют, что они начинают уже терять и терять, терпеть убытки. Далее. Будет покушение на убийство, и причем будет три раза. Три раза в течение полтора года. Будут ли это сильно освещать, или вскользь пройдут, или скажут, но в любом случае об этом станет известно. Далее. Это раз. Потом. Будет скандал с одной дамой. Как бы, ну, попытаются, вы знаете, разыграть карту Левинский. Но не прокатит. Закроется большой банк. Обвинятся в мошенничестве. Будут проверять все документы. Значит, в скором времени ждите очень резкое, очень агрессивное, просто друг за другом увольнение губернаторов. Одного за другим. Сменится очень важный документ. Может быть, Конституция. Может быть, Конституция Украины. Начнут пересматривать. Начнутся аресты. Пока он еще поджидает, боится где-то, не уверен в себе, начнутся аресты. Он пока очень мягок, очень спокоен и очень не уверен в себе. Это дает повод определенным людям думать, что его неопытность вот играет им на руку. Но в какой-то момент этот человек от неопытности перейдет к очень жестким действиям. Очень жестким действиям. И вот тогда пошло-поехало. Дальше. У него начнутся сближения с Россией, начнется ссоры с Западом. Он не оправдывает желание Запада. Потому что Запад совершенно по-другому себя представлял. Вообще Порошенко был идеальный президент для Запада. Потому что Порошенко практически им все разрешил, все дал. Он даже перед караульными в Австралии кланялся. Если помните. Ну, базарник, что сказать. Человек-базарник. Читать, писать не умеет. Да, наш кишлак, ваш аул. Естественно, он их очень устраивал. Потому что он просто был, ну, никем. Ни личность, ни человек, никто. И, естественно, он пытался всеми силами им понравиться. Ехал туда с докладами. И вот, и вот, и так далее. Сейчас Зелинский им особо не нравится. Хотя всем, кажется, затаив дыхание, ждут, чтобы он показал истинное лицо. Какую игру он затеял с Россией. Между прочим, он когда-то жил в России или учился. Но у него есть связи с Россией. То есть он, у него, Россия для него не просто огромная страна. А, между прочим, так близкая страна. Да. Не учитывая того, что все же братские народы. По идее. Откроется новый тип учреждений. В школах будут реформы. Будет некое столкновение. Но это не сейчас. Это осень, уж дети. Такое крупномасштабное в Киеве. Будут жертвы. И эти жертвы очень на руку людям, которые очень хотят его скинуть. Пока Запад еще не до конца понял. Он играет на два ворота. Или еще как бы пытается вернуться в их лона. Но как только Запад поймет, что президент Украины хочет действовать самостоятельно. То есть хочет быть игроком. И не хочет, чтобы им манипулировали ни Россия, ни Запад. Как только они это почувствуют. И, значит, как только они очухаются, начнутся очень сильные провокации. Начнется, ну как обычно, да, там караул, демократия под ударом, срочно танки. Вот они демократию так привели в Ирак, в Сирию. Везде введут они эту великую демократию. После чего грабят эти страны, оставляя горы трупов. Им же это как бы... У вас нет демократии, тогда мы идем к вам. Дорогие друзья, я не скажу, что Украина сейчас вот будет вся стабильная. И наступит райская жизнь. Нет. Но если этого человека поддержите, он постепенно уберет эту касту олигархов. Если. Если же народ не достоин свободы и достойной жизни, если народ очень любит быть ограбленным, разграбленным, и готов за копейки выйти и поставить крест на своем будущем, то все зависит от вас. Если вас опять будут покупать, и вы ради денег выйдете на улицу, знаете, удивительна вообще логика народа. Они считают, нехай я свои деньги получу, а там, может быть, и не пройдет он. А вот смотри, что проходит. Если массы выходят, много миллионов человек, конечно, этот человек проходит. Но никто же не знает, что там основное количество лидеров, да, получили денежки в карман и вывели каждый в свою бригаду. И этот человек прошел. А потом сидим и говорим, ну как же он прошел, мы же его не хотели. Но вы же вышли из-за него. Ну вот он и прошел. Смотрите сами. Не забывайте великие слова, не помню кем сказанные. Народ, который продает свою свободу за деньги, не достоин ни свободы, ни денег. Так вот, если вы спокойно, с достоинством переждете и дадите возможность этому человеку работать, дадите возможность видеть изъяны и справлять, то есть большой шанс, что стабильность постепенно на Украине наступит. Если же вы будете постоянно покупаться, продаваться за гроши и выходить и мешать ему, и создавать провокации, создавать митинги бедных, несчастных, обиженных, то сами поставите крест, опять вычеркните это все, и очередной Порошенко по вам плачет, собственно говоря. Но то, что этого человека захотят убить три раза, это однозначно, это произойдет. Но убийства не вижу. То есть попытки будут. Это реальные попытки, это 100% реальные попытки. И будет сговор олигархов, и будут бойкотировать там все, и так далее. Самая главная его задача сейчас – вести себя как сильный правитель. Если он даст слабину, я видел, как с ним разговаривает некто, кого он уволил прямо в зале. Я сказала, если так дальше продолжится, конечно, его и нахер могут послать спокойно за глаза. Но это так нельзя позволять, чтобы с собой так разговаривали в зале, так на тебя орали. Извините, конечно, но это уже слабость. Начало слабости. А люди, как хищники, заходишь в клетку с хищником, если ты там споткнешься и упадешь, он тебя уничтожит, он тут же нападет, разорвет тебя за милую душу. Вот то же самое с людьми. Если они почуяли слабость в тебе, страх какой-нибудь, все, пиши, пропало. Если он позволил одному губернатору так на него орать, то и второй поорет. Знаете, как бы мы ни говорили, не ругали Путина, извините меня, конечно, но чтобы на него так кто-нибудь орал, когда ему отчет дают министры, у них руки дрожат, у них видно, жуткий вид лица, у них прямо трясет всего. Я еще не видела, чтобы при нем кто-нибудь там на его замечание, например, в ответ заорал на него. Понимаете? Поэтому, господа молодые лидеры, будьте жестче. И не забывайте, что народ любит и кнут, и пряник. Не надо все время пряники предлагать, потому что распоясаться. Потому что тирания, которая до вас бывает, да, обычно, она не зря держит их в ежовых рукавицах. Она прекрасно знает характер народа. Кто самые любимые цари? Иван Грозный, Петр Великий, да? Самые жестокие цари, которые никого не щадили, тысячами просто укладывали за свою мечту. Не забывайте вы об этом, дорогие друзья. Удачи вам, всех благ. Вот, собственно, я вам ответила на этот вопрос. Надеюсь, больше не будет писать и писать мне на WhatsApp на эту тему, потому что я еще раз говорю, мне это все неинтересно. Я один раз предсказываю перед началом года, и весь год можете смотреть и видеть. Одно сбылось, второй, третий. Вот так, вот таким образом. Ну, чтобы каждый раз я вышла еще... Ну, мне эта тема просто неинтересна. Вот и все. Ради вас только, если снимаю иногда. И вот сняла. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok